Blender 2.91 и еще немножко информации по аддонам. Откуда она взята в описании. Называется аддон PippaCure. Так, заходим, так, скачиваем сначала, заходим в аддоны и устанавливаем, находим, где они, как, где они находятся, скачанные файлы. Так, это у нас трубы. PippaRator, вот, называется PippaRator. Устанавливаем и находим его здесь, пишем. Так, он здесь, вот он. Он теперь будет в тессинге. Вот, Add Mesh PippaRator. Все, ставите галочку и смотрим, как это все дело работает. Так, возьмем, как и в ролике, именно куб. Пусть будет эта комната. Так, теперь нам понадобится Edit Mode. Выбираем полигон и удаляем полигон Delete Face. Так, вот такая штука у нас остается, английская. Так, Screencast K включу. Отключается постоянно. Надоел. Так, теперь заходим в Edge, находим Subdivision. Внизу, именно, находится плашка такая, с настройками. И подразделяем его, где-то до четырех. Теперь, что делаем? Выделяем его. Заходим в Object Mode. И включаем в N панели PippaRator, вот этот аддон. И нажимаем Add Pippes. Короче, Pippes. И вот вы видите, что появились у нас вот здесь вот трубы. Вот такая штукенция. Трубы ровные, нормальные, с усилением. Если вы хотите, чтобы они были внутри, ну, допустим, внутри комнаты. Это вот можно установить их, допустим, где-нибудь на здании. Отметить и вот как-то так подгадать, чтобы они были тут установлены. Заходим в Edit Mode. И нажимаем сочетание клавиш Shift N. Появляется внизу вот такая панель. Рекалькулятор нормалей. Inside. Нажимаем, так, но предварительно. Так, удаляем все. Потом Shift N. Потом только Inside. Так, и теперь Add PippeRator. Он в Edit Mode не работает. Нажимаем Object Mode и жмем Add PippeRator. Вот этот верхний. И вот у нас трубы уже внутри. Кстати, можно прикольно такую анимацию сделать, чтобы шариком, короче, шарик катился по трубе. Какие-то преграды. Ну, для игры тоже само то. Ну, или опять же, где зомби. Где-то в какой-то котельной. Тоже можно сделать все это дело. Так, сбоку здесь настройки. Значит, Number PippeRator. Вот этот нижний. Начнем с нижнего. Это количество труб. Вот. Три поставлю. Будет три трубы. Ну, много не ставьте. Будет подгонять. Потом Random Seed. 11. Это вот в разное положение ставит их тут. Варианты, короче. Потом Offset. Смотрим, что делает Offset. Он отдаляет трубы от плоскости. И чем больше будет вот это вот значение. Так. Здесь вот у нас 20-30 вариантов. Многовато. Вот разные варианты можете тут ставить. Ну, пусть вот так будет. Так. Теперь Offset. Если мы будем ставить больше, он будет, вы видите, отдаляться от поверхности и может слипнуться. Вот. Ну, где-то вот нормально, чтобы было 0.10 пойдет. Резолюция. Так. Смотрим резолюцию. Что она нам дает? Ничего. Материал. Слот. Индекс. Пока тоже пропустим. Радиус. Вот. Радиус. Надувает трубы. Можно их делать толще. Меньше. Короче. Вот. Потом. Суппорт. Период. Непонятно. Так. И теперь Range Probable. Емать моя. Да что ж. 31 допустим. Что тут она? Уменьшаем. Добавляем. Так. Теперь QuickToSurface можно отключать. А вот Reset не рекомендуют. Теперь Debut Mode. Что это такое? Опять же непонятно. И разные вариации. Вот. Допустим PolyCurve Object можно поставить. Ну здесь вот идет ломка. Вы видите. На трубах. Потом идет Pip Mesh. Ну вот здесь более что-то все ориентировано по осям. Все более-менее по ходу точно. Skin Modeless. Вот. Skin Modeless по ходу пусть и будет. Так. Simple Wear. Одни гайки остаются. В смысле заглушки. Так. Skin Modeless. Его наверное оставим. Skin Modifier. Или так. Да. Вот. Skin Modifier нормально будет. Так. Тут количество еще вот так. Это надутость. Нам она не нужна. Теперь индекс. Если мы индекс поднимаем. Так. Это где его увидеть можно. слот индекс допустим по нолям. Я не заметил разницу. Радиус не будем поднимать. А вот эти где-то здесь еще ставятся вот эти вот количество крепежей и гаек. Так. Это вариация. Это количество. Это отдаление приближения от поверхности. Резолюция надувает их больше меньше. Теперь вот они гайки пошли. больше их становятся. Это пробелки по футамате. Ну короче вот чем больше верхняя вот эта вот шкала тем больше вот этих вот переходников заглушек стыков. Ну в принципе все нормально. Ну теперь вот не нужно мне допустим как сказать вот этот куб он мне допустим не нужен. Могу ли я его удалить? Давайте пробовать. если нажимаем Delete все нормально. Остаются у нас только трубы. Та вариация которая нам нужна. вот эту гайку можно отдельно удалить? Delete Опа все можно. Так а разъединить их если так выделяем все они отдельные так это G только нужно выделять Ctrl Z с гайками вот с этими с переходниками и можно эту трубу в любой там комнате котельной поставить допустим G матч вот так а ну-ка R все нормально все офигенно можно ее самому потом как хотите куда хотите подставлять это уже вообще бомба класс ну вот такая информация вот так я попробовал новый аддон все всем пока до свидания